Доброго времени суток, дамы и господа. С вами Прио. С каждым днём всё больше и больше людей погружается в PvP. Аспект этого замечательного дополнения Shadowlands. Собственно, это полезное действие. Мы получаем различные PvP-вещицы, играя в PvP. Покупаем их за завоевание, далее апаем за честь, что там соответствует нашему рейтингу. То есть, чем больше рейтинг, тем больше этому давил вещичек мы себе можем позволить. Также, играя PvP, вы получаете маунтов. То есть, например, на текущий момент отбив первые 100% в этом сезоне, вы получите паучка. Ну а далее уже просто-напросто вы получаете седло ярости, которое можно выменивать на одного из 10 маунтов. Всего их 10, то есть можно 10 содел нафармить и купить абсолютно всех. Само собой, на это нужно время. И само собой, чтобы заполнять весь этот прогресс и чтобы рейтинг повышался, нужно выигрывать. С целью того, чтобы выигрывать, нужно уметь играть за свой класс, нужно понимать, что делают против вас другие классы. Ну и само собой, нужно знать некоторую тактику. Люди что делают, в принципе, в PvP? Кто-то играет аренки, кому нравится быстренько поиграться. Да, там 2 на 2, 3 на 3. 2 на 2 вообще быстро происходит. То есть, вы находите себе одного человечка. Ну то есть, например, играют Хилдедейли, 2 дамагера. Вот, и выигрываете просто. Некоторые люди играют 3 на 3. 3 на 3 это уже подольше все идет. Там контрольчики раскидываются. Там все по-умному делается. Вот, и то есть аренки играются медленнее. Ну и само собой, если вы соло играете, то вам нужно найти двух человек. Двух человек искать тяжелее, чем одного. Это факт. Вот. А то есть, некоторые люди, например, играют РБГ. РБГ, самые обычные поля боя формата 10 на 10. Ну, они еще и рейтинговые. В целом-то это замечательный режим с целью того, чтобы просто понять PvP. Объясню почему. Потому что, например, на арене вы умираете и все. То есть, у вас нету какого-либо движения вперед. То есть, вас не резнут, ничего с вами не сделать. Ну и арена проиграна. С этого грустно. И вы еще и рейтинг теряете. На РБГ, если даже вы умерли, вы резнетесь через 25 секунд. И если вы играете на высоком ММРе, то у вас рейтинг не потеряется. Что в целом дает преимущество некоторое. То есть, вы можете лузнуть, рейтинг не потерять. И в целом никаких негативных эмоций не будет. Это замечательно. РБГ, формат 10 на 10. То есть, мы, например, можем открыть какие-нибудь заранее собранные группы. В заранее собранных группах что-нибудь найти для себя. По соответствующему, само собой, рейтингу. Но с целью того, чтобы играть РБГ, нужно знать некоторые сокращения. Некоторые термины. И все такое прочее. В руки, относительно недавно, попал мне текстовый гайд. От замечательного какого-то сообщества. Там, в общем-то, ссылки все указаны. Можете глянуть. Ссылочку на этот гайдик я, само собой, приложу. И сейчас давайте мы его рассмотрим. А вот и он. Замечательный текстовый гайд. WoW 9.0 Shadowlands RBG Guide. Сразу по центру. Имеется никнейм и сервер человека, которым был написан этот гайд. Дискорд их имеет. С этого сообщества, как я правильно понимаю. Инстаграм, твиттер. Твич даже. Имеется полностью все прописанное оглавление. Насчет пвп гира все сказано. Насчет пвп рангов, насчет пвп апгрейдов, вещей за хонер, за завоевание. Конквест это завоевание. Пвп термины различные. Аддоны. Требуемые, рекомендуемые. Макросы. По фокус таргету, по мулсоверу, по плееру. То есть, например, под себя можно кинуть лужу, прописав какой-либо такой макрос. Макрос на просто-напросто скидывание флага. То есть, например, если мы играем в два пика или в ущелье песни войны. Базовые различные РБГ знания и фишечки. РБГ мета. То есть, какие хилы у нас актуальны, какие ДПСеры. Там еще и по танкам имеется. Не знаю, почему в углавлении не прописано. Различные сетапы дамагеров. По типу кастер клифф, мили клифф, гибрид. А, ну и вот по танкам, собственно, информация. Различные тактики расписаны. То есть, для некоторых ролей. Для человека, который сидит на базе. Для человека, который занимается таргет коллингом. Таргет коллинг, это особый термин в РБГ. Это тот человек, который просто-напросто является наводчиком. В английском языке. Таргет коллер. ТК сокращенно. РБГ лидинг. То есть, насчет лидера даже там некоторые, наверное, фишечки расписаны. Ну и имеются различные прикольчики на БГ. Всех абсолютно. То есть, тактика на РБГ. РБГ стратегия. Полезные фишечки. Там даже есть клипы в некоторых моментах. Ну вот, например, откроем битву за Гилднеас. Вот твичевские клипы, на которых мы можем ознакомиться с доказательством текста, который расписан ранее. Это замечательно. Это просто прекрасно. Все-все-все расписано. Вся-вся информация имеется. Я думаю, если вы внимательно ознакомитесь с этим гайдом текстовым, то ваш винрейт, ну, хотя бы хоть как-то вырастет. Окей, хотя бы вы будете знать какие-то определенные термины. Ну вот, например, если мы рассмотрим низину Арате. Там мы знаем, 5 бас имеется. И то есть, ламбер милл это лесопилка. ЛМ сокращенно. Это же реально круто, когда вы знаете сокращения, которые будут говориться, например, в Voice. Просто-напросто. Вы будете меньше дезориентироваться. Вы будете больше понимать происходящее. И больше сможете сосредоточиться на игровом процессе. Круто, круто. Само собой, ссылка будет на этот гайдик в описании. Всех вам благ. Счастья и здоровья. Берегите ноги. Мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого.